Всем привет, я продолжаю проходить трибунал и мы получили задание защитить королеву-мать от нападающих на нее, каких-то ассасинов. Для этого мы отправимся в покой Борензи, находятся они с другой стороны тронного зала. Задание довольно интересное, обязательно нужно закрыть вот эту дверь, спрятаемся вот здесь за ширмой. Появилась запись в дневнике о том, что мы правильно спрятались, сохранимся. Нам предстоит битва с тремя ассасинами одновременно в замкнутом помещении. Для нашего персонажа это не очень удобная расстановка сил. И вот можно видеть, что ассасины появились. Чтобы не ввязываться в ближний бой с ними, я призову себе, как всегда, на помощь. Смотрим, из чего тебя сделали. Ну, один все-таки побежал. Что тебя сделали? Ему же хуже. В общем-то. Два готовы. Ну, и поможем Святоше. Отлично. Сохраняемся. Я ликвидировал убийцу. Адамантиновый короткий меч. Я скажу, что у нас лучше. Так, ну и давайте доложим. Да здравствует король. Твоё преданное служение будет вознаграждено. Ты смог отразить атаку ассасинов. Интересно. Возможно, угроза была не так уж велика, как это казалось. Мы одобряем твои действия. Возьми вот это в качестве знака нашей признательности. Пока мы довольны твоим рвением. Когда ты будешь готов, поговори со мной о дальнейшем служении твоему королю. Ожерелье холсета нам добавили. Что за ожерелье? Постоянный эффект. Увеличение краса, безопасность и скорость. Отлично. Я думаю, нам это будет полезно. Сохранимся снова. И возьмем следующее задание. Своими действиями до сего момента ты доказал, что ты сильный воин и верен нашему трону. Теперь пришло время доказать свою верность мне. Лично. У меня есть планы касательно тебя. И пришло время привести их в действие. Всему свое время. Сначала ты должен проявить себя. Я требую от всех, кто близок ко мне, чтобы они были сильными и способными защитить меня от любого врага. Возможно, ты встречал моего личного тихоохранителя Корода. Это великолепный пример для всех. Лучший боец из всех, что я встречал во время своих путешествий. И он верен мне до гробовой доски. Я встретил его много лет назад. Глухого и немого ребенка, бродяжничающего по улицам Вейреста. У этого мальчика хватило отваги попытаться ограбить мою сводную сестру Элисану. Меня поразило его мужество. Я взял его к себе в услужение. Когда пес побит, он будет лизать руку того, кто его кормит. Даже если его кормят отбросами. Теперь он самый верный из моих слуг и один из самых смертоносных. Я желаю, чтобы ты сразился с моим чемпионом. Да, это так. Я немного узнал тебя. И я полагаю, что ты можешь быть полезен мне. Но для выполнения моих планов понадобится человек, обладающий огромной силой или умом. Возможно, и тем, и другим. Пришло время показать, на что ты способен. Возвращайся сюда. Завтра утром ты выйдешь на поединок с Кородом. Если ты сможешь победить его, мы обсудим мои планы касательно тебя. Кород. Вот он стоит. С нами он не хочет разговаривать. Но это, очевидно, воин ближнего боя. То есть нам в бою с ним придется как-то изворачиваться. Нужно покинуть помещение. Давайте сохранимся. Что-то он куда-то пропал. Твое преданное служение будет вознаграждено. А, завтра нужно подождать. Давайте. Не мудрство и лукаво подождем. Так, не понял. Да, вот он появился. Твое преданное служение будет вознаграждено. Давайте сохранимся. Еще раз. Ты пришел, чтобы встретиться с Кородом в бою. Я тебе не говорил, что Кород никогда не проигрывал. По-моему, нет. Но как бы то ни было, это будет честный поединок. Вы можете использовать любое оружие и заклинание, имеющееся в вашем распоряжении. Я желаю вам обоим удачи. По крайней мере, одному из вас она понадобится. Никто не будет вмешиваться в ход боя, который начнется по моей команде. Ну, я скажу, что нам здесь наваляют. Если мы вяжемся в ближнюю атаку. Где-то у меня было кольцо. Кольцо. Предков. Да, могучих ударов. Попробую использовать заклинание тогда жабы. Небольшой шанс. Ну, чем черт не шутит. Ну, в общем-то, битва уже, я так понимаю, началась. Мы можем попробовать атаковать. Да. Мы видим, что бегает он быстро. У него довольно интересный меч. Здоровье у него немерено. И в ближнем бою нам, конечно, ничего не светит. Единственное, еще можно попробовать использовать колечко. Все. Наш корот теперь никуда не денется. Теперь мы можем его бить. Просто как мишень. Ну, конечно же, издалека. Убивать его нет необходимости. Когда здоровье у него уменьшится, битва должна, по идее, закончиться. То есть, нам надо где-то на три четверти уменьшить его здоровье. К сожалению, стрелу он нам не вернет. Дерзим, может быть, когда в моей печке пойдет... Дерзим, может быть, когда в моей печке пойдет свеча. осталось немножко надо аккуратно чтобы не заработать штраф мы видим что меткость повышается выше 100 но это потому что у меня призванный лук который увеличивает меткость на 10 пунктов то есть реальная меткость у меня сейчас должно быть 95 если снять лук мне только интересно как он будет вести себя после поединка силу то моему по уменьшили вот стой я признаю поражение ты великий воин теперь ты должен поговорить с моим повелителем все усмирили мы чемпиона довольна я видел твое сражение с моим чемпионом хотя у меня в голове не укладывается как тебе удалось победить я не верил что кто-либо может превзойти корода ты доказал что я заблуждался тебе есть что-то такое лакмус чего я пока не понимаю но обязательно пойму со временем пока ты показал себя самой лучшей стороны я поражен никто никогда еще не побеждал корода в бою я уж никак не ожидал что это ты что ты будешь первым ты продолжаешь удивлять меня ты доказал мне свою ценность а также и свою верность возьми это в знак моей веры в нашу дружбу этот церемониальный кинжал моего отца и отдаю его тебе в твои руки не опозорь его память а теперь давай обсудим мои планы касательно тебя кинжал симаха нам добавили как ты наверное знаешь морнхолд является один одним из столпов трибунала богиня альмалексия живет здесь в своем храме в окружении своих высших ординаторов я не испытываю особой любви к альмалексии и ординаторам или к трибуналу частью которого она является я полагаю что в свете последних событий пришло время собрать более подробную информацию о них эта атака на морнхолд стала полной неожиданностью для меня и нанесла огромный урон городу а я как король просто обязан знать о таких вещах заранее многие полагают что эти существа имеют двумерское происхождение но теперь мы знаем что это не совсем так гномы не могли даже и мечтать о создании таких существ для этого необходимо как минимум быть богом я хочу чтобы ты узнал как можно больше об этих нападениях я полагаю что единственная кто может пролить свет на эту ситуацию это сама альмалексия по всем признакам эти существа должны быть творениями сотосила и вероятно только альмалексия может иметь какую-то информацию о нем я хочу чтобы ты поговорил с ней узнал что она знает об этих существах и доложил мне о том что узнаешь боги нет причин подозревать что ты и я можем быть союзниками использую это в своих целях не приходи ко мне больше пока не выяснишь все что только можно давайте посмотрим кинжальчик стеклянный кинжал постоянный эффект увеличения короткие клинки 10 пунктов выносливость 10 пунктов отражение 10 процентов стоимость 20000 урон небольшой то есть сам по себе кинжал такой средненький наш клык лучше гораздо стандартная модель стеклянного кинжала кстати которая не перерисована или нет да установлен у меня мод улучшающий текстуры оружия и делающие стеклянное оружие и доспехи прозрачными мы видим что клинок ускользания действительно прозрачен не знаю как на видео заметно или нет но текстура у него прозрачная тогда как кинжал симаха использует старые текстуры и не прозрачен ну да ладно я думаю стоит навестить гуара перед тем как мы пойдем к альмалексе да правосудия никогда не починиться также неплохо было бы пополнить запас стрел кинжал симаха я выложу это надо починить это тоже стрел у нас сто тринадцать в принципе достаточно этого я думаю будет да пойдем сейчас в гоцрич там у нас в зале мастеров есть кузнец так вот там поремонтируем ся заодно можно продать ему часть нашего оружия вот так идем назад не назад вернее а к альмалексе в храм с альмалексе мы уже познакомились в одном из предыдущих роликов поэтому у нас есть доступ в ее комнату фактически подружились сохранимся иди искупайся в свете моей милости приветствую лакмус я рада видеть тебя опять дорогой федерис рассказал мне о твоих деяниях здесь в мурнхолде он полагает что ты можешь оказаться полезным для меня после некоторого размышления я решила что у меня найдется задание для тебя с которым ты должен справиться после этой ужасной атаки на город события получили новый тревожный оборот одной из самых тревожных новостей является этот недавно образовавшийся культ возглавляемая юным данмером по имени Эннера Мари они называют себя конец света я боюсь что в эти тревожные времена этот культ может стать очень популярным по поводу нападения она ничего не поясняет пока что Эннера Мари это глава небольшого культа проживает в Мурнхолде хотя у него в общем то нет постоянного места жительства он опасен и он несет недовольство среди моих людей но его нельзя убивать я не хочу чтобы из него сделали мученика конец света о них пока известно очень мало но мы узнали один очень тревожный факт многие из членов этого культа были найдены мертвыми обнаружено по крайней мере семеро из них все мертвы все в своих домах похоже что они приняли сильный яд и даже моя магия не смогла оживить их мы должны выяснить что движет этим культом и избавить мой город от их присутствия поговори с Миралин Атан на великом базаре ее брат Сивиль был одним из тех кого нашли мертвым узнай как можно больше о них и об этом Эннера Мари но будь с ним осторожен впрочем